Здравствуйте. Здравствуйте. Вы трезвый? Я да. Наконец-то я хоть одного россиянина трезвого нашел. Хотя нет, я второй. А что теперь? Вы второй? Ну, второй после вас, да. Все тут сидят какие-то бухие, блин. Я не знаю, то ли от радости, то ли от горя пьют. Как вы думаете? Нет, я думаю, что, ну, не знаю, не могу сказать, не буду обвинять людей, потому что, ну, то есть, не могу сказать. Кто от чего? Я думаю, что горевать нет смысла, потому что это реально бессмысленно. Лучше не будет, если ты этого не захочешь, а алкоголь тебя не спасет в любом случае. Они не хотят, они говорят, мы не хотим менять ничего к лучшему. Лучше выпить и забыться. Вот. Ой, не буду обвинять, буду танцеваты. Это слабаки, слабаки. Ну, вот получается, что у нас таких очень много. Безумно, безумно много. А чем вы занимаетесь в жизни, помимо основной работы, в смысле, я имею в виду? Да, просто вот сижу в чат-рулетке и общаюсь с людьми, исследую общественное мнение. Ну, такая исследовательская деятельность у меня. А как вы относитесь к нашему президенту? Ну, если так, без троллинга, честно, то, конечно, отрицательно. А почему? Ну, я считаю, что он незаконно находится на своем месте, что он узурпировал власть и 20 лет сидит, так сказать, ну, незаконно занимает пост президента. Вот так, чтобы было понятно. Ну, а кто, хорошо, а кто, по вашему мнению, был бы лучше Путина? Так сосед у меня, дяди Витя, классный мужик, мог тоже возглавлять страну так же и лучше бы даже. Нет, ну, это, конечно, бред, но я серьезно сказал. Ну, смотрите, вот я общаюсь с людьми, да, они живут бедно, у них низкие зарплаты, в стране нет производства, мы под санкциями, по сути, да, изгой. Вот, экономика рушится, и что делает Путин? Он просто обогащается за счет нашего государства, вот и все. Хорошо, а вы жили в какой-то республике, а вы жили где-нибудь, кроме Российской Федерации? Нет, я всю жизнь живу в Российской Федерации. О, вот это другое дело. И смотрите, я приехал, и знаете, знаете такую республику в Приднестровье? Конечно, знаю, да. Вот, я живу сейчас в Краснодаре, я приехал из Приднестровья, где просто, где абсолютно нет зарплат, где бензин на российские деньги за литр стоит 100 рублей, здесь все жалуются, что бензин стоит 50 рублей, это космические цены. А в Приднестровье, эта республика, она к чему относится вообще? Она ни к чему не относится, она не признана республикой, но, но, там стоят российские миротворцы, там стоят российские миротворцы, 400 армия, вот. Там, ну, если вы знаете, то вы знаете, я не буду ваше говорить. Еще бы, вот. Так же, как в ЛНР, в ДНР, там 1-й, 2-й армейские корпуса, то же самое. Да, но, я к тому, что там вообще нет зарплат, там люди просто, там нет медицины, там нет, ну, ничего, грубо говоря, ничего. Для молодежи, для нынешней молодежи, ну, она и так тупорылая, вот. А я к тому, что там вообще просто они спиваются, скуриваются, снюхиваются, вздыхают, короче, ну, так сказать. Поэтому, поэтому там делать вообще абсолютно нечего. Поэтому, вот я приехал сюда в Краснодар и я вам скажу, я не местный, да, я не родился в России. И Путина, я ценю, я не говорю, да, он плохо в том, что он пенсионный возраст продлил. Увеличил, да. В чем-то он плохой, но в том, что кто был бы лучше, понимаете, кто был бы лучше. Если бы выбрали другого, лучше бы никого не было. Человек дает, материнские капиталы дает, там такого нет. Нет, он дает, открываешь свой бизнес, ты можешь некоторое время не платить налоги. Да, 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 вы пытались открыть бизнес и не платить налоги? Вы не успеете открыть бизнес? Нет, нет, год, там год или два, там год или два ты налог можешь не платить. Кто это вам сказал? Это я читал, ну, информацию. Вы поговорите с бизнесменами, они вам расскажут, как у нас еще человек даже не успел производство какое-то запустить, или там, например, ну, то есть как-то встать на ноги, с него уже дерут налоги. Уже даже вот на старте, на стадии регистрации вы будете платить уже налоги. Так, в России это вы путаете с какими-то западными странами. Там, да, там люди в течение какого-то времени не платят налоги. Ну, на какой бизнес? На крупный бизнес вы имеете в виду? Да какой крупный? Крупный-то, естественно, освобожден вообще у нас от налогов практически полностью. Спасибо Путину. Я, кстати, хотел сказать вам по поводу вашей республики, откуда вы родом. Это вы Путину спасибо в том числе скажите, что у вас там ни зарплат нет, бензин дорогой и так далее, и вам пришлось ехать из Приднестровья вот сюда вот в Россию. Это его заслуга в том числе. Поэтому вы просто знаете, как если вот из Уганды, например, или из Зимбабве переедет коренной житель какой-нибудь, он тоже скажет, вообще красота в России здесь, блин, зарплаты аж целых, там, не знаю, 300 долларов в месяц, а у нас там больше, там, 50 не платят в месяц. Понимаете, смотря с чем... Хотя у нас уже сейчас, знаете, с африканскими странами мы сравнялись уже в уровне жизни. Ну вот я считаю, что, вот именно мое мнение, я считаю, что президент, президент конкретно, конкретно мне, вам, моему, моему троюродному брату, он ничем не обязан, он чем он обязан? Он был в государстве, его выбирали люди, он не обязан вам прийти и дать деньги, правильно? Вы уверены, что его выбирали люди? Ну нет, в этом я, конечно, не уверен. Вот именно. А зачем вы тогда говорите, что его выбирали люди? Смотрите, в соответствии с Конституцией, как с основным законом нашего государства, президент не имеет права, человек не имеет права занимать пост президента более двух раз. А он уже четвертый раз занимает эту должность и еще на пятый, на шестой хочет срок баллотироваться. Они же сейчас приняли такой законопроект, который позволяет ему дальше баллотироваться. Это же 12 лет, еще два срока по шесть, понимаете? Это нарушение Конституции, это наш основной закон, нашей Российской Федерации. Тут вопрос не в том, кто бы его заменил. Тут вопрос в том, какого лешего он делает на этом посту незаконно. Вот о чем речь. Да, это не... Потому что, понимаете, если... Кто, кроме Мишустина, кроме Мишустина, больше никто, больше никто... Придет какой-то другой Вася, все, Америка, Россия вот так нагнет, и, короче, и от нее вообще ничего не останется, а? От нее вообще ничего не останется. Да, это где мы слышали? Понимаете, вот послушайте, можно ли я говорю? Конечно. Человек в России, он недоволен жизнью. Он идет с сигаретой в зубах и говорит, бля, Путин такой хуйный, и кидает бычок мимо урны. И говорит, а в Европе так за***ись, в Европе так хорошо... А там сейчас это могут заблочить. Извините. Вот, я к тому, что... Просто я на эмоциях. Я понимаю, да. Почему не зависит президент, зависит общество, население и менталитет людей. То есть, для вас бросить окурок мимо урны и украсть из бюджета, там, допустим, 10 миллиардов или миллионов, или сколько, это одно и то же, да? Это вы один ряд ставите. То есть, заказать, например, человек... Скажите мне, кто не ворует деньги из... Вот, кто находится в правительстве? Кто не ворует? Кто из них не ворует деньги? В нашем правительстве, к сожалению, я таких имен вам не назову. Я считаю, что везде воруют деньги. Абсолютно. Вы это так считаете? Это вы имеете в виду, что там где-нибудь в других странах развитых тоже воруют, да? Конечно. А вы с чего это взяли? Ну, с того, что это просто невозможно. Как невозможно? А что, вы считаете, каждый человек будет работать за какие-то копейки? Если у него есть возможность, он по-любому это возьмет. Вот, скажите, кем вы работаете? Какая у вас зарплата? Я работаю начальником производства станков ЧПУ. У меня зарплата 60 тысяч. Начальником производства станков ЧПУ? Да. А это что такое ЧПУ? Это станки по производству пластиковых конструкций. Дюбеля и груз. Сколько у вас в подчинении находится людей? Ну, человек 6, наверное. Человек 6. То есть, для руководителя, значит, получается, вы начальник производства, у вас 60 тысяч. Это даже меньше тысячи долларов. Я общался с мужчиной, он, ну, тоже в чат-рулетке, он из Швеции, он тоже иммигрант, он тоже, в смысле, он россиянин, но он иммигрант. Вот у него зарплата, он грузчиком работает, у него зарплата 25 тысяч крон шведских. Это в пересчете на евро 2400 евро. Посчитайте, сколько это в рублях. Он обычный грузчик. Он говорит, что, ну, понимаете, уровень жизни там намного выше. Вы просто посмотрите, поинтересуйтесь, сколько люди получают в развитых странах. В каких, например? В европейских, в Германии, например, в Франции. А какое население в Германии? А какое это имеет значение, какое там население? Сколько там людей живет? Это как связано с экономикой-то? Если у нас больше людей живет, у нас, посмотрите, какая территория, и она, в общем-то, не обжита, не заселена. У нас огромные ресурсы, и эти территории пустые практически. Вы за Навального, короче. Вот опять за Навального. Нет, вы ошибаетесь, не за Навального вообще ни разу. Нет. Просто... Это именно ваше мнение. Мое мнение. Так вы считаете, что у нас все нормально в экономике нашего государства? Нет. Нет. Я считаю, что каждый человек сам вершит свою жизнь. Свою счастье, да. Да. Каждый человек сам вершит свою жизнь. Я не считаю правильным обвинять кого-то, республику, государство, или какого-то дядьку, который идет по улице, что он виноват в том, что у меня нет денег. Виноват в этом конкретно... Я понимаю, да. Можете прям не стесняться выражения. Смотрите, вот я иду устраиваться на работу, открываю вакансии, смотрю, например, грузчик 25 тысяч рублей, преподаватель музыки 18, например, тысяч рублей, да? Я работал начальником звукоцеха в московском театре, и у меня была зарплата 18 тысяч рублей в месяц. В 2013 году. Как в Москве... Смотрите, это же не зависит от... То есть, по-вашему, Путин должен ездить к каждому работодателю и говорить, а почему вы платите людям такую маленькую зарплату? Их миллиарда, их тысячи, их тысячи, понимаете? Он не может за всеми уследить, он один... Просто менталитет людей, все люди, какие у нас частные предприниматели, понимаете? Люди, какие у нас частные предприниматели? Они не хотят платить налоги, они не хотят платить зарплату, поэтому люди идут с зарплатой 18 тысяч и засунув язык... Вы понимаете, что такое в стране установленный прожиточный минимум? И что такое минимальный размер оплаты труда? Так это минимальный, у людей, у которых нет образования. Вообще, если образования нет, то есть вы считаете, что если у человека нет образования, он идет работать, к примеру, водителем или каким-нибудь сантехником, или, ну я не знаю, там разные рабочие профессии, и он получает, например, 12 тысяч рублей в месяц, вы считаете, что он достоин такого мизерного размера оплаты труда, что ли? Ну, это его выбор. Не хочет это делать? Хорошо. Это его выбор, это его вынужденность, которая его заставляет работать за эти деньги. И второе, государство определяет минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Это государство определяет, поймите. В государстве маленькие, низкие зарплаты. И это от президента зависит, почему Путин, например, освобождает от налогов крупный бизнес полностью, почему у нас все послабления для коррупционеров, для чиновников, а простому народу, такому как вы, шиш на постном масле. Потому что вы это одобряете, вы говорите, нас все устраивает, у нас зарплаты по 12, даже 8 тысяч рублей, и все нормально, иди работай, иди ищи работу. У нас, блин, миллионы, там 10 миллионов сейчас, а если не больше, безработных в стране. Официально люди не работают как-то как... Нет, вот честно, я вам скажу, честно, или ищем вам мнение, я с вами согласен кое в чем. Вот у меня тоже, вот мнение у меня 50 на 50, я половину, меня все устраивает, а половину нет, да, конкретно за то, что вы говорите по поводу ресурсов. Да, много очень ресурсов в стране, вот, просто которые уходят непонятно кому и непонятно куда. Что это непонятно кому? Тому же Путину и уходят, и всем его дружкам. Как это непонятно кому? Членам правительства и олигархата уходят все эти финансы, финансовые потоки, все туда идут. На их яхты, яхты, дворцы и самолеты. И на детишек, которые за границей, кстати, живут. Учатся и живут, а они там недвижимость скупают. Понимаете? А вы вот за 60 тысяч рублей в месяц работаете, у вас зарплата должна быть не меньше, если в пересчете на рублей 250, ну хотя бы 200, не знаю. Тогда вы могли бы жить как человек и купить себе свое собственное жилье, а не жить где-то на съеме непонятно где и с какими перспективами. Ну вот, об этом мы речь. И в этом вина президента. Я вижу, вы погрустнели от моих слов. Нет, да я согласен, я в чем-то я согласен, я понимаю. Вот видите, как меняется, я сейчас просто говорю не только вам, я говорю сейчас другим людям, которые сейчас это смотрят на стриме. Как меняются люди, когда с ними начинают нормально говорить. Не вот эти вот негодяи, которые навешали лапши на уши людям, вот эти из телевидения, да. Вот вы говорите про то, что человек если захочет, то он сможет. Я журналист профессиональный, и я не могу работать на телевидении, потому что там врут, обманывают людей, вводят их в заблуждение. Я там не могу работать. И даже если бы я захотел, туда бы меня не взяли. Но я не захочу среди этих подонков находиться и делать то, что они делают. Это невозможно в нынешних условиях. Как невозможно работать в правительстве, как невозможно нормальным бизнесом заниматься. Невозможно работать, как вы, и получать нормальную зарплату, а не такие копейки, которые вам платят. Вот и все. Вот за это я и выступаю. Ну, я же говорю, я согласен с вами. Но все равно я буду стоять на своем, на том, что каждый человек венец своего счастья и венец всего, что с ним происходит. Не венец, а ворец вы хотели сказать. Не важно, где он живет, не важно, как он живет и что у него происходит, он сам в силах сделать то, чтобы у него все было хорошо. Были деньги, был достаток, там, квартира, дом, машина, все. То есть он сам это может сделать, независимо от президента, республики, страны, где он живет, окружения, независимо от этого. Это все иллюзия, это все неправда. Ну, почему? То есть от вашего окружения, от страны все зависит. Вы не заработаете больше того, что вам платят. Но потому что вам не будут платить больше и все, везде есть определенные ставки. Вы же не придете, например, вы же не можете своему начальнику сказать, плати мне не 60, например, а 160 тысяч в месяц, потому что я этого хочу. Я творец собственного счастья. Нет, так я не говорю за это. Я говорю к тому, что ты можешь сам что-то свое создать. Ты не обязательно должен работать на кого-то все это время. Ты можешь создать что-то свое, опять же, открывая какой-то свой бизнес, делая какую-нибудь музыку, творчество, рисуя картины. То есть ты как-то можешь, ты как-то можешь это чем, ну, себя. Вот те, кто пытался что-то создать, свое собственное, они вам расскажут, каково это в России. Спасибо вам за интересный диалог, удачи вам, берегите себя, я побежал дальше. Вот они все верят в эту иллюзию, что если я захочу, если захотеть, можно сделать. В итоге чувак работает какими-нибудь работягой простым, где-нибудь в киоске таскает ящики. У них вроде бы как на какой-то момент проясняется сознание, вот знаете, на что это похоже? На реанимирование клинически умершего. Это вот когда уже человек умирает, да, и вот эти электроды к нему, там, разряд, там, да, мы его теряем, еще там. Вот он вроде как бы возвращается в сознание, начинает вроде сердце биться, и потом опять. Вот я себя так ощущаю, я вот с ними разговариваю, вроде как бы вытянул его уже, вот уже все, уже сейчас уже прояснение наступит. И он опять, он еще даже не успел Соловьева включить, уже опять у него там откат системы произошел. Ой, и кто мне будет после этого говорить, что это все небезнадежно? Да, парень фантазер, пишет Марина Усанова, Марина, у нас таких фантазеров 90, блин, 9 процентов, они все живут в иллюзии, что у них нормальное государство, что тут можно, чем хочешь заниматься, и тебе тут все условия созданы, президент тут ни при чем, все есть, все нормально, бери, делай. Это те люди, которые никогда в своей жизни ничего не пробовали, ничего они не делали, ничего они не умеют, вот простые работяги. Субтитры сделал DimaTorzok